Учебный день воспитанников футбольной академии Алания начинается с занятий в школе. Помимо спортивных высот, ребятам нужно освоить и общеобразовательную программу. Среди школьников юных футболистов видно сразу. У академии своя единая форма с логотипом. В этом году Алания получила подарок – форму для всех воспитанников от экс-главы республики Вячеслава Бетарова. После уроков ребят встречают воспитатели. На школьном автобусе они отправляются в академию. Дальше ребят ждет обед. Питание правильное и сбалансированное с учетом нагрузок спортсменов. У нас идет двухнедельное сбалансированное меню. Все здоровое питание. Фрукты, белки, завтрак, каша. Это каждый день. Дополнительно омлет, творог, запеканка. Все мы готовим на пару, ничего жареного. У нас идет пятиразовое питание в день. У нас полники, выпечка, сухофрукты. Меню мы меняем по сезону. В летние у нас бывает больше овощей, фруктов. В неделю несколько раз назвать наполнение кластинские пироги. Палуем детей. Дальше у юных футболистов час отдыха, чтобы восстановить силы перед тренировкой. Сармат Касаев попал в академию два года назад. Пригласили на просмотры и он прошел их успешно. Строгий режим, практически ежедневные тренировки. Привыкнуть, говорит Сармат, вначале было сложно. Сегодня это неотъемлемая часть его жизни. За эти два года я вырос. Стал сильнее физически. Намного сильнее стал. Но здесь режим. Ты здесь должен соблюдать как профессиональный спортсмен. Сейчас я в восьмом классе. Планирую выпущусь с академии в большой спорт. Тренируемся полтора часа. И тренажерный зал иногда бывает. Ну вот я попал в академию и нашел себе много друзей. Тренировки пять дней в неделю. По субботам игра. Два раза в год воспитанники Алании уходят в отпуск на месяц. Сейчас в академии идет соревновательный период. Участвуют в нем все возрастные группы. У нас два ЮФЛа. У нас одно соревнование третьей лиги дивизион КФК. У нас две команды играют на первенство России. У нас две ЮФЛ девочки играют. У нас младшие играют на первенство республики Северной Осетии. То есть все возрасты у нас задействованы в тренировочном процессе и соревновательном периоде играют все и официальные игры. За три года это первый раз. Такое, что все команды имеют соревнования с определенными соперниками, чтобы расти дальше. Постоянно растут и учатся не только ребята, но и тренерский штаб академии, так как и требования для тренеров детских школ повышаются. На данный момент у нас тренер обучается в Академии РФС. Тренер разного уровня. У нас проходит обучение на самую высшую категорию, лицензию про наш куратор. Я сам поступил сейчас на пилотный проект, на аэлитную юношеский футбол. У нас не прекращается набор. Мы постоянно смотрим за детьми. Постоянно тренеры контролируют все группы, которые у нас в Владикавказе есть и вне пределов Владикавказа. У нас есть тренер-селекционер, который оперативно доносит нам информацию, мы его проверяем. И если мальчик понравился нам, мы его приглашаем сюда на просмотр. Также мы устраиваем просмотры еще возрастов тех, которые младше нас. Вот на данном этапе мы сейчас будем собирать возраст 2012 года. У каждого из ребят, которые выходят на поле, есть мечта попасть в большой спорт. Академия – трамплин для того, чтобы ее достичь. Мне 14 лет, я из Владикавказа. Учусь я в Академии уже второй год. У нас сейчас идет турнир в России. Мы пока что идем на первом месте и думаю, что мы это первое место не отдадим. Здесь тренировки, естественно, намного интенсивнее по сравнению с другими школами. Мне кажется, здесь каждый начнет думать и играть по-другому в футбол. Ну, тут намного интереснее вообще тренировки проходят. Планирую так, да, до 11 класса и потом выпуститься. Хочу поиграть в Алании. Мечта у меня, естественно, стать профессиональным футболистом, как и у всех, наверное, здесь. Сегодня в футбольной академии Алания занимается порядка 180 ребят, больше 40 из них – девочки. Возраст воспитанников от 12 до 17 лет. Сегодня воспитанников остается в академии около 70 человек. Это в основном приезжие ребята, имеется в виду с республики, с разных городов, районов. В основном и дети, которые малоимущие, которым тяжело добираться, они все тоже остаются здесь. Остальные дети учатся в своих школах, приезжают на тренировку. 24 августа нам исполнилось три года, и за этот период могу сказать уверенно, что половина команды профессионалов Алания-2 состоит из академиков. 13 человек, ребята – это с академии. И нам приятно будет, если они дальше также будут двигаться, пополнить роды главной команды. Ну и хотелось бы, чтобы и сборники у нас появились, это тоже немаловажно. Они есть, они приглашаются, в каждой возрастной категории по одному-два человека приглашаются в сборную. Впереди у юных спортсменов интенсивные тренировки, соревнования и новые победы. И как знать, может быть, кому-то из этих ребят удастся встать на один пьедестал со звездами мирового футбола. Алина Хасаева, Михаил Безуглов, Вадим Панченко, 15-й регион. Алина Хасаева, Михаил Безуглов, Вадим Панченко, 15-й регион.